Субтитры делал DimaTorzok Так, это мои красавицы Интересно Вот это потом будет на выставке у меня Международная выставка будет Спецнаив там А? Феснаив, да, Феснаив Вот они отобрали эту работу Это у меня Александр Иванов, теща Телевизор смотрит Здесь кот мой Здесь красивый кот у меня У нас, вернее, у меня У нас, Танечка А это навстречу Олимпийским играм Спортивная тема Здесь и зимний И, значит, несут флаг Вокруг здесь И конный спорт, и фехтование, и гимнастика Ну вот, и это пинг-понг Но гимнастика ты вижу, он отдельно за спиной? Ну здесь Нет, отдельно за спиной Нет, ну это само собой Я просто сделал в середине зимние виды А здесь сделал вот летние виды Спорт А это этих Сделал хоккеистов Вот хочу, чтобы на Олимпийских играх в Сочи Вот На Олимпийских играх в Сочи Чтобы выставить Я с Жуковым-то разговаривал В Англии Он это сказал Напиши письмо Вот В плане того, чтобы сделать выставку там И с Гороховой Вот мы составили Написали И сейчас этим вопросом занимается В Олимпийском комитете Вот у меня здесь такая серия Серия зимних работ А можно сказать, что это гимнастическая одна из самых любимых? А? Ну я не У меня разные темы Дело в том, что вот этот элемент Это элемент Перелет Лисицкого Как бы Вот Почему? Потому что Это впервые я в 63-м году На чемпионате Европы Выполнил этот элемент Вместе со своим тренером Каракашчанцем Константин Сергеевичем Который очень долго работал И для того, чтобы выиграть, допустим, снаряд Нужен был элемент Который никто никогда в жизни не делал И В общем, я сделал И Ну и имя Лисицкий Это был Перелет Лисицкого Вот А это я сделал Это на каждый вид Шесть снарядов у нас же Поэтому я сделал Вольный Конь, кольца, брусья и перекладины И опорный прыжок Да Вот У меня много этих моментов разных Я Это тоже Два варианта Сделал Хоккей С мячом Это Мне тоже очень нравится Состояние Футбола Это Когда Хватает мяч А этот Загул хватается Интересный Момент Вот Вот Да А вдруг Пришла в голову Что Замкнутое пространство Вот сделать Как бы вот Черное дело Замкнутое пространство И Все меч Бегут Вот Ну Упирается Дальше некуда Но Рвутся вперед Чтобы Рекорды установить Каждый Каждый Своем Ну Это Тема Такая У меня Типа Наивные Работы Ну У меня Все Любимые У меня Нет Как говорится Нелюбимых Работ Вот Здесь Друг Вот Танечка Моя супруга Писала Поставила Натюрморт И Я Написал Тоже Такое Необычное Как-то Получилось А это В Испании Там Зарисовки Делали Вот Сделали Зарисовки И Когда Приехали Уже В Москву Вот Я Написал Три У меня Работы Разные По Одна Меньше Другая Больше В общем Это Такая Абстрактная Двери Так называемые Вот Из Серии Деревенской Жизни Лесоруб Так А сейчас Вы над чем Работаете Ну Сейчас Работаю Вот Последнее Я же Сказал Приезжали В Москву Выбрать Работы У Церетели Будет Выставка В музее Современного Искусства И Это Цирк Под названием Цирк Выставка Будет И Я Отсюда Привез В Москву Она в Москве Там в квартире И они Приехали И стали Отбирать И Одну Из Последних Работ Которую Вы Видели Тоже Из серии Цирка Тоже Написал А Они Им Заинтересовалась Работа Которая В интернете Есть Я Сделал Тоже Цирк Там Ну Типа Гимнасты Вращаются На Круглоперегланд Ты Помнишь Тоже Это Иванов Был Такой Знаменитый В цирке Имя Иванов На Его Шли Акробаты Очень Сильные И Я Сделал Вот Такую Работу Они Увидели Ее И Так Сказать Я Когда Принес Все Остальные Работы Они Эта Работа Я Говорю Оставил Серпухами Она Серпух Ну А там Еще Это Рядом С тем Что Там Акробаты И Еще Там Ряд Ряд Фигур Так Стоп Сейчас Мы все-таки Обозначим Это Чтобы Она Не Начинала Не Перешала Что Так Давай Начала Вот Так Ну Без Нужно Да Ничего Я Я Я Никогда Не пользуюсь Дело В том Что Если Я Буду У меня Ничего Не Получится Я Не Могу Так Рисовать Я До Коленки Ставлю Вот Холст И Начинаю Что-то Там Чередить Вот А Вообще Я У меня Мысль Была Вот У Тани Выставка У музея Сейчас Серпуховском Музее Там У нее Пять Залов И Значит Это Много Цветов Подарили Вот Вы как Может быть Заметили Вот Когда Выходили Там Это Цветы Она Только что Написала Вот Цветы Ну Показывайте Как Ну Че Показывайте Я Это Цветы Помню Вот То Что Там Есть Я Это Первое Что Я Я Делаю Это Углем Начинаю Рисовать Вот Делаю Это Зарисовки Допустим Если Ну Это Небольшое Там Ковш У меня Будет И Потом Это Пойдет Цветок Там Очень Красивый Который Мне Нравится Отсюда У него Выходит Такая Это Самая Очень Красивая Эти Лепесточки Вот Я Сюда Это Выпущу То же Самое Вот Они Разноцветные Красота Они Обыкновенные И И Вот Я Их Хочу Написать Ну В голове Вот Такая Вот Сейчас У меня Есть Петрушка Вот Я И Хочу И Это Написать Вот А потом Вот Когда я Вот С этим Справляюсь Это Здесь Начинается Это Уже Потом Когда Все чемпионом Советского Союза на Кольцах и Фогель был. А когда закончил ЦСКА, я работал в военно-инженерной академии 10 лет. Закончил военно-инженерную академию, так как я там защитился, стал кандидатом в наук, в общем, решил поработать в институте. И конкурс был, я по конкурсу прошел в химико-технологический институт имени Менделеева. Заведующий кафедрой? Заведующий кафедрой, да. У меня было там 5000 студентов, в общем, большая работа, два зала было в Тушино и в Москве, и я там стал популяризировать художественную гимнастику. У меня Саркисов, Павел Жабарович, он и все преподаватели любили волейбол играть, мы это дело отладали. Потом Познер, это мы, Познер и Владимир Владимирович, который, ну, знаете, кто такой Познер-то, вот, он в свое время, в детское время играл в бейсбол. И мы впервые, вот, от нас, от нашего института, стали заниматься, собрали команду со всех институтов и сделали сборную команду молодежную. Вот. И потом, значит, выезжали даже в Америку, в этой команде по бейсболу. И, значит, как только вы, ну, закончили большой спорт, да, ушел на пенсию, на военную пенсию, и это что делать? Вот моя супруга, вот, Татьяна Рыжова, вот, мыкался куда-чего-что, она говорит, давай, вот, бери ручку, карандаш, вот, тебе бумага, попробуй что-нибудь нарисовать. Ну, вот, стал пробовать. И у меня там внизу первая работа, которую я написал, это стул. Вот, она говорит, вот тебе стул, вот, попробуй, чего там это получится. Ну, в общем, конечно, это не сразу, вот, вдруг я стал рисовать, потому что, ну, после, во время, впервые, вот, в 63-м году я пришел в ЦСКА, в Центральный спортивный клуб, это два великих художника, профессионала, Жилинский, вот, с товарищем, и стал делать композицию для того, чтобы на спортивное дело сделать работу. Он сделал большую работу, гимнасты, а она сейчас в Русском музее, в центре этой работы, вот, я, я не знаю, почему он меня выбрал, ну, не знаю. Ну, нет, ну, сборная, мы к Олимпийским играм в Токио готовились. И там и Борис Шахлин, и Титов, и там, это, Столбов, вот, Лёва Аркаев там руки натирает, там, этот, Сергей Диамидов, там, ну, в общем, вся сборная, которая готовилась к Олимпийским играм в Токио. Вот, и когда я с ним познакомился, вокруг, это, взял телефон, и как-то он меня пригласил, и вот такая жизнь начала, я у него часто был после нагрузок тяжелых, спортивных, а в спорте нагрузки большие, в общем, я какая-то нашел отдушину, что вот у него был, и видел, как он мазки делает, как он рисует, у него супруга, потрясающий художник. Вокруг его знаменитости, ныне все академики, у Наташи Нестера, это Таня Назаренко, вот, Андрей Дюков. Ты еще выступал, ты не равен. Да, я, это самое, да, 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 вот, да, ну, когда выступал, я вот, для, так сказать, снять с себя вот такое напряжение, получал удовольствие и одновременно наслаждался то, что я видел, и, конечно, осталось это, а потом уже, вот, когда появилась у меня Танечка, вот, она тоже профессиональный художник, вот, она меня, так сказать, и заставила. Так бы, я не знаю, мыкался, наверное, как и многие спортсмены, вот, раньше, которые пропадали, в принципе, были великими спортсменами, вот, олимпийцами, а потом, чем занимались, непонятно чем, и уходили, а я, это, у меня вторая жизнь появилась, вторая жизнь, это художника, вот, я стал писать, и в 60 лет, это, в 2000 году, в принципе, я начал там. А кого или что вы больше всего любите изображать? Ну, дело в том, что я, я же не профессиональный, я наивный художник, для меня это, то, что я вижу, то и прекрасно. Вы вот сами видите, по работе, у меня разные работы, и спортивные темы, и вот темы, это, вдруг, нравится, вот, ну, Зелинский я там сделал, Танечки, вот, я смотрю на Танечкиной, на рыжевую работу, мне тоже нравятся какие-то, я тоже, что-то увижу, мне интересно. Ну, вот, так. Ну, спортивная тема была одна из первых, да, и она стояла? Нет, спортивная тема была одна из последних, потому что, вот, я там пытался на спортивную тему, говорили, что у тебя лучше получается, вот, такой наив, который идет от души, здесь, так сказать, как бы постановочные работы, но все равно в движении, у меня нету, вот, чтобы вы нашли, вот, только это, вот, стоит, вот, как цветок поставил, вот, и все, там жизнь кипит, вот, в работе у меня, нет работы постановочной, все, и, вот, когда кто-то смотрит, он уже разглядывает каждую фигуру, которая находится на полотне. Скажите, а вы в спорте, кстати, считаете полностью реализовать гимнастику? Я? Да нет, я не считаю, что я полностью реализовал. У меня, с детства, как я стал заниматься, вот, гимнастикой, мне привели из школы, вот, раньше много времени, это, там, все же в школе физической культуре и спорту выделяли внимание, и это, и лыжи, и коньки, я всеми видами спорта занимался, да. Вот, да, и привели туда, и я стал, и поставил задачу, чтобы стать олимпийским чемпионом, вот, и к этой, это шел цели, но вот то, что не получилось на олимпийских играх в Токио, ну, в общем-то, получилось, но судьи не дали нам за Бориса Шеклиным стать олимпийским чемпионом, а отдали Эдде, который там завалился на снарядах, и, в общем-то, и поэтому у нас в абсолютном переносе, я имею в виду, вот, серебряная олимпийская медаль, ну, у меня еще там четыре олимпийских серебряные медали, но, я говорю, там можно было и другие медали, зависит от, если бы у нас абсолютно было первое, там уже другая, другой расклад. Я помню, когда вы выступали, Виктор, я что-то в гимнастике занимался? Ну, да, я знаю, да. Да, ну, не то, что немножко прихрамы, ну, у меня в детстве я, это, как все пацаны, мы все, студебекерки, машин цеплялись на коньках, ездили, и попал, в общем, попал я, это самое, ну, схватился, я там тряхануло, и я под машину попал, и мне распороли, как говорится, насквозь, это самое, операцию делали, собирали по косточкам бедро, вот, и поэтому вот осталась какая-то, это самое, вот такая небольшая деформация, и, ну, несмотря на это, боролся сам собой. Ну, это сильно мешало? А, нет, это не мешало, не мешало. Вот сейчас, вот, после окончания, это спорт, потому что нагрузки-то большие были, это самое, вот, на полу вот так вот, это не то, что сейчас новые модернизации всех снарядов, вот, а это жесткие, и поэтому нагрузка на позвоночник очень большая была, и, там, с шести метров прыгать вниз, вот, на маты, там, из этого, из ваты, это тоже нагрузка, это большая, ты сам знаешь, как это было. Вот, поэтому, вот, в конечном итоге сделал операцию замены сустава, вот, тазобедренного, вот, сделали операцию, операцию замены сустава, ну, а потом еще, вот, уходил из жизни, ну, вот, Танечка мне помогла, что там делали. Меня здесь из Серпухова срочно доставили в Москву, и тут же делали операцию, там, три позвонка срезали, стали чистить, и, в общем, как-то это могли. А сейчас вы, Виктор, извините, делом поменяем, над какой работой, над чем работаете? Над какой темой работой? Сейчас над чем работаете? Ну, я же сказал, вот, последняя работа, это, у меня была, вот, одна тема, это, вот, вот, эти работы, вот, я задумал, там, десять работ, мне очень нравится Семен Амурский, вот, работы, да, ну, серия такая, вон они с собаками, там, вот, там, это, вот, да, вот это, ну, это очень интересно, они сами по себе как-то душу раскрывают, и радует меня, вот, это состояние, состояние, там, вот, собаки идут, спускаются, там, держат деревья, вот, потом, тема, тема, допустим, это, да, вот это, очень, очень интересная, да, работа. Вот, да, внизу есть работы, ну, в общем, у меня, а потом, эта тема, допустим, свадьбы, это, тоже, вот, сделал три свадьбы, даже это, вот, эту работу тоже на выставку отобрали в музее наивного искусства, она будет экспонироваться в декабре месяце на международной выставке, вот, вот, ну, а, что касается, вот, тема цирка тоже, так сказать, сделал, это, работы, потому что из музея современного же искусства, вот, приходили и смотрели для того, чтобы сделать это самое, там будет, ну, я уже говорил, будет это самое. А вот спорту костюм-те, это действительно вы пытались, Владимир Владимирович Путин изобразить? Ну, что, значит, пытался, это да, потому что мне Путин вообще нравится это, во-первых, как человек, вот, который очень много, это, внимания уделяет, ему просто, вот, люди обращаются, он помогает, все, это, это первое, это как президент, это второе, который много творит сейчас и восстанавливает то, что было разрушено и в промышленности, и в сельскохозяйственной медицине, и в спорте. А кого он побросает тут? А? Кого он побросает тут? Ну, это, это тогда, вот, было очень много, много разговоров. Ну, Грузия и Россия взял спортсмена, и вот, и из грузинского, и что, ну, это хватит, пора уже заканчивать с этим делом, надо восстанавливать, у меня, я еще написал, это, самую последнюю работу, одну из последних работ тоже Путина, вот, сейчас я ее найду, мне это интересно ее, ее показать, вот, почему, потому что я там столько вложил это, уложил это, ну, вот, по работе где-то. Танечка, помоги, где ты? Помоги работу это найти Владимира Владимировича Путина, дзюдо, называется дзюдо, вот. Там я его в центре написал, и, и, как бы, житие, то, что он, вот, показывает броски, черные. А, очень, да, очень много у меня из этих, морских, сделал, эх, яблочко у меня. А сколько у вас с его работой нет? Ну, не знаю, я не считаю, я не считаю. Танечка, расскажите, примерно. Я работаю, я работаю, у меня и графики, и он, много. А сколько, наверное, 300, просто? Несколько сотен? Да. Да, куда, куда же это делать, просто интересно. Не быстро. Смотрите, может, внизу, это самое, ну, ладно, потом, может, найдем. Танечка, пока он ищет, давайте, по-русски скажем. Конечно. Скажите, а его не пришлось уговаривать приобщаться вот к запознительному искусству? Нет, нет, он, само собой, как-то все ходил вокруг меня и спрашивал, что ему делать. Я говорю, ну, возьми, рисуй, что можно делать рядом с художником. И он начал рисовать, и как-то сразу, вот, первая работа, она такая очень симпатичная получилась. Я смотрю, у него и колоризм хороший, и рисунок как-то ничего такой. Вот, я говорю, ну, продолжай. Потом он стал со мной ездить вот на дачу, на пленэр, и там что-то рисовал уже красками. Ну, в общем, как бы так вот у него прорезалось. Загорелся, его не нужно было уговаривать. Прорелся, да. И он так вот загорелся, что он просто вот, ну, рисует, может, в любой момент, как спортсмен. То есть, вот, мы приехали из Москвы, там проходит 15 минут, и он может сесть уже сразу рисовать, или откуда-то появились. Как вы чувствуете, не приедается ему это дело? Нет, он такой, у него вечно темы разные появляются. То есть, там, вот, то спорт, то цирк, то какие-то цветы, то какие-то натюрморты, то чего-то он где-то увидит что-то, даже по телевизору увидит какой-то сюжет. И вот его разыграет, вот начинает рисовать. Очень много вообще наивных художников, у них уйма целый воз вот этих вот разных сюжетов. А почему называется наивных художников? Ну, так называется, как бы, то, что вот они от души пишут, вот, наивные, значит, вот. Он не учился, и вот хочет выразить себя простыми какими-то словами, какими-то вот простыми сюжетами. Но получается очень здорово, мы завидуем художникам. А если бы он получил образование, что он был бы совсем другим художником? Ну, я думаю, что да, но я думаю, что всё равно классно. Без разницы, талантливый человек. То есть это не самый большой недостаток отсутствия специального образования? Нет, нет, ну, Перасмания, Руссо, вообще такие великие, мы их знаем, мы все любим. И это не важно. Главное, как художник выражает себя, какими цветами, какими вот сюжетами, какая пластика у него в холсте, вот это самое важное. Какая у него душа, как он её раскрывает в своих работах. Вот это важно. А профессионал, он не профессионал. И с талантливым, он везде талантливый. Скажите, вот в его работах, в его таланте, вот что, какие качества вы бы отметили? Ой, ну, у него очень много как бы. У него цвет очень замечательный. Он прекрасный колорист, а это для живописи всё. Ну, значит, он цвета очень хорошо друг с другом как бы соединяет. Что у него очень вязь вот эта цветовая, очень хорошая. Чувство у него такое внутреннее. Это не приобрести никакими институтами, ничем. Потом у него очень хорошая пластика тоже, вот линия. Как он в спорте вот занимался, он очень чувствует вот эти движения все. То есть они у него там плавные, вот как в иконах. Как вот идёт вот линия, вот она там помогает, другая линия останавливает какая-то. Вот от этого зависит композиция. Композиционный строй у него очень... Вот интуитивно он строит холст, ну, просто безупречно. Вот это очень важно. Потом очень интересные у него как бы вот образы. Вот он вроде бы просто вот пишет вот картину. А вот я думаю, вот я иду в метро, и вдруг вижу вот такой типаж, как у него. Хотя мне казалось бы, это очень гротескно нарисовано. Вот такие вот вещи, как бы вот то, что у него вот откладывается, и вдруг вот это вот возникает на холстах. Вот удивительное тоже. Даже вот то, что вот у него работа есть, вот «Мужик с петухом». Как бы там Ларионов писал вот эту тему, там другие художники писали. А он взял и совсем по-другому вот тоже вот написал. И у него... Вначале у него как бы были очень декоративные вещи, более плоскостные. А вот последние у него появились вообще. Просто он отдаёт дань цвету. И они такие очень нежные, красивые и очень живописные. Вот. Совсем немножко в другую он пошёл в сторону. Ну, он возвращается туда-сюда, ему можно. Скажите, он часто к вам за советом обращается, за помощью? Ну да, мы друг к другу. И он хорошо видит. У него глаз хороший в живописи. И я его спрашиваю, что ведь вот здесь, как я так? Нормально, хорошо, он там что-то подскажет. И я ему подсказываю. Да, у меня же два художника ещё, мама. Вот. А в 90 лет тоже у неё живописи много. Так что у нас здесь такой симбиоз образовался. Творческий, хороший в доме. Спасибо большое. Всё. Отлично. Да, значит, наши... Не понимаю, как ему эти чашки, зачем они нужны. Когда это самое... Здесь его состояние, когда он прыгнул, рекорд показал 6.15. Это вот... Мировой рекорд. А? Мировой рекорд. Да, мировой рекорд. А где-то закрытых он ещё больше. Но этот один из последних. И я довольно-таки удачно это написал с флагом Украины. И, в общем, они попросили меня. Я сбросил им на это. Но, во всяком случае, они решили ему подарить какой-то кофейный или этот... Сервиз. Сервиз. А там у вас спортивная мозаика, да? А? А? Вот это вот сразу несколько видов. Собственно, вот это как-то. А, ну, это... У меня летние здесь все. Вот. И бокс, и лёгкая атлетика, и штанга, и баскетбол, и фехтование, и борьба, и прыжки в воду. Вот такую сделал этот самый. А здесь вот из театра я сделал это самое. Вот такую серию небольшую. У меня вот те большие вещи, а это я вначале на этих попробовал себя. Вот. Ну, в общем, понравилось, как будто это самое. Трудно вот. Профессионал, он так не сделает это самое. Почему? Он должен, вот, если так рука, значит, он должен так её написать. А он не видит, вот, когда человек что-то прыгает, какое-то движение делает, это же мгновение одно. Вот это мгновение зафиксировать, это не каждый может. Ну, вот, я вот там пытаюсь это, пытаюсь, но что-то получает, что-то не получается. Одним это нравится, другим это не нравится. Самое главное, вот, чтобы мне нравилось. А чем вы сейчас мечтаете? А? А чем вы сейчас мечтаете? Я мечтаю. У меня сейчас первая мечта – это сделать выставку на Олимпийских играх. Это мечта. Вот, и мечтаю, чтобы нашёлся какой-нибудь человек, спонсор, который бы заинтересовался моим искусством. Вот. Но пока, в общем, это самое, ещё нет. Несмотря на то, что вот в своё время я одется с Алишером Усмановым, в общем-то, это самое, как-то было, одно время мы дружили. Вот, и я думал, что это он как-то заинтересуется. Ну, я ему подарил эту работу, фехтование, хорошую работу написал. Он мне, я ему очень благодарен, вот, Алишера Усманова, что он мне дал деньги на каталог. Каталог, вот, я вам подарю каталог, где иначе не было. А там без хорошего каталога и выставку-то нельзя сделать в хорошем музее. Вот из серии зимних Олимпийских игр я, значит, вот, серию вот такую вот написал. Хочу её показать там. В Сочи. А? В Сочи. Да. Вот, если получится. Это Форпид. Да, это Скоблев. Скоблев. Да, ага. Вот. Это, это, как её? Я уже... Журова. А? Нет, Журову это, Журову я это не застал, не написал. Так вы ещё портреты пишете? Ну, это, так сказать, я на зимних не был, а по телевизору смотрел и сделал фотографии, а это самое, ну, заснял, а потом, так сказать, воспроизвёл это уже в живописи. Это, ну, так как художественной гимнастикой я занимался, вот, супруга, ну, первая супруга была Таня. Вот, я много, много работ, вот, посвятил художественной гимнастике. Это я тоже одна из последних сделал, вот, чисто гимнастическую. Захотелось, вот, ещё никто таких вещей же не писал, вот, в таком, чтобы их как-то разделить. А ты говоришь, гимнаст, пишу я, пишу. Вот, видишь, они в разной пластике. Это женская. Здесь даже, это, да, здесь Манину. Кучинская, здесь, вон, Кучинская и Петрик. Да, да, Кучинская и Петрик, там. Вот, это у меня, сейчас я здесь спортивную ещё. Ну, это, этих, на мещах акробатов. Виктор, ну, а самая главная мечта в жизни, да? А? Самая главная мечта в жизни есть? Жить подольше и работать побольше. А, вот, эту работу, это, они, цирк, в интернете нашли. Я сам не видел, сам удивился. Смотрю, вот, написано, работа Лисицкого. Думаю, что ж такое, кто это такой? Посмотрел, это моя. Моя работа. Вот, сделал. Ну, ну, да. Вот, здесь. Это, вот, я уже сказал, это, когда Иванов. Иванов, Иванов. Ты тоже. Бессарап, может быть? А? Не Бессарап? Нет, нет. Я же сам работал, гимнастом на турниках. Ну, Пузаков, потом Чижок, руководители были? Нет, за мной. За мной охотились тогда, в цирк все время приглашали, что иди в цирк-то, хватит, хватит, это самое. Вот, из зимних это биатлон. Вот, биатлон. Удачная получилась работа. Ну, во всяком случае, не такая уж плохая. Это фигурное катание. Так что, у меня довольно-таки, это самая серия на спортивную тему уделяю внимание. Ну, а вот это сам почему-то, вот, профессионалам больше нравится, когда я живопись вот такую вот пишу от себя, и на спортивную, ну, не знаю, а мне нравится. А мне нравится. Просто я хочу. Куда же это делал Путин-то? Наверное, внизу. Ну, ладно, посмотрим. Вот, это, оно же загибается здесь, цветы не то, что вот это растут, а это, вот это движение здесь идут сюда. Писую, она там есть, вот, мне она нравится. И запало, и хочется ее, это самое, написать. Вот, напишу, если получится, и дай бог. Не получится, ну, что делать? Вот, и травка будет, видимо, вот, или занавесочку, вот, навесочку прозрачную, вот, чтобы она уходила вот сюда, вот, вот так, как бы в окно, открытое окно, вот, здесь светленькое или голубенькое, как бы получится, это, там, занавесочка, вот здесь, она с этими, с какими-нибудь. Цветочками еще нагромождать тоже. Мне нравится, чтобы пространство, чтобы основной, это, это, цветок. Вот, цветок, это, он же живой, как человек. Вот сегодня он, один листочек распустился, завтра, раньше я этого не замечал, а сейчас, вот, вот, когда стал художником, совсем по-другому, выходишь, вот, на улицу и видишь, как, это самое, как они раскрываются, как они закрываются, это же, это целая, целая жизнь, вот, поэтому Танечка очень любит цветы, и невозможно с ней на рынок ходить, как только на рынок, и уже все, ее не оторвешь. цветы, 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 вот, ну что, о, кот, кот пришел, мой любимый, рыжий, где, где ты был, а? Где ты пришел навестить, он же не может, я его везде рисовал, там на выставке сейчас, он тоже у меня, я его, я его везде, да, рыжий? А? А портрет-то есть или нет? Есть, я его сейчас, это самое, его, его рисую. Ну, это музей наивного искусства, как ходишь, он, он уже, это, у меня. Подервал? А? Подервал? Да. Да. Вчера у меня турничок там за городом мы живем. Ничего не надорвал? Было 50 лет, я снимал борцов, ну, ездил на чемпионат в Европе, в Болгарии, там поселили в этом самом, в гостинице, где. Здесь столько всяких, ну, и тогда не стоит брать ее туда, вот эту, да? Да. А? Не стоит? Нет, она большая, мне кажется. Ну, да, я могу свет включить. Включить? Не, я уже снял. А? Не, я уже снял. Ага, вот, свадьбу. А вот эти маленькие. А, первый, первый мой этот самый. Они сли, там пока. А, стул? Да. А, ну, да, ну, да, ну, ладно. Так, живите, Геннадий. Сейчас, сейчас найдем плакат. А этот Путин у меня в Москве, оказывается. Он такая есть и правда. Нет, а там плакат. Виктор, ну, мне тоже хорошо знакома, как бывшему гимнасту, эта картина. Мы, конечно, мальчишками смотрели в рот, когда вы выступали и тренировались. Да ладно. Тренер, кстати, Валентин Муратов, тоже меня немножко тренировал. Это, по-моему, Литвинов. Вот вы стоите, Виктор Борис Рост. Это Леонид Аркаев, возглавляющий сборную долгу. Это знаменитый Борис Шаклин, Юрий Титов. Это Меликулу, по-моему. Нет, нет, это этот Громов. Громов, он тоже большой. Это Диамидов. Сергей Диамидов на брусик. Так, это Стойда, правильно? Юра Стойда? Стойда, под Москвой. Нет, это Шиньязов. Шиньязов? Да. Это Столбов. Столбов, знаю. А это не Шиньязов? Это вот Макурин. Макурин, да Юра. Это Витя Леонтьева, это Шиньязов. А Шиньязов, правильно. А Шиньязов, это Леонтьев. Да, здесь вот Муратова, Латынинова и Астахова. Это не Кныш или Дмитриев? Кто это? Это Бикинти Дмитриев или Кныш? Не, 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 это Александров, тренер. Мы еще забыли Цапенко Кирдемелиди. Да, Кирдемелиди Цапенко, да. А вот этого я не узнал, кто это? Вот этот, между Макурином и Шиньязовым. Он ушел из жизни уже. Как же его? Ну, а в общем, Планет, скажи, Назарь, кто это все-таки? Так, 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 так. Профессиональный, хорошо играл в карты. Ну, не Дубс, конечно. Не, ну, Дубс, нет, нет. Он тут не играл. Вы тоже не вспомнили, да? Нет, я это самое. Тоже это такое? Он был под трамвай попал. А, понятно. Поэтому его не взял. Ну, эта картина вас тоже вдохновила, да, в какой-то степени? Ну, это вообще... Я ее встречал в разных странах. И приходилось рассказывать, это кто стоит. В общем, вот Бельгия на тогда выставках это была. И вот Жилинского там работал. Она присутствует на многих выставках, когда Дмитрий Дмитриевич Жилинский выставляет работу. Потому что работа в Русском музее уникальная. Вот. И... Ну, из серии спорта. А у него из серии спорта единственная одна работа. Вот. Он сейчас что-то тоже пытается делать. Ну, не знаю, получится или нет. Ну, во всяком случае. А вот та работа... Да, а вашу первую работу давайте... Да, вот то, что это самое говорили, это... Секундочку, секундочку, давайте, да. Ну, да, это вот как бы... Это первая работа, когда меня Танечка вот сказала, давай, садись. Вот тебе карандаш, вот тебе пастель, попробуй нарисовать. И вот нарисовал. И, по-моему, удачная эта работа. Не знаю, как там другие оценивают. Ну, для меня она, в общем-то, первая работа, от которой... Отправная работа, которую я потом начал это продолжать. Вот, работать и... Такая-то что у нас? Я о каком году там написал-то, я уже и не помню. Да, это хоровод, в двенадцатом году написал. Ну, в конце, ну, совсем, да, в конце. Да, да, и очень... Тоже по пластике очень интересная работа. Всё-всё-всё в движении. У меня даже это... Я даже не заметил, а здесь вот как корона получилась. Я даже и... Не видела, а потом говорит, а ты смотри, там корона, что ли, ты нарисовала? Я говорю, да нет. А, говорит, ну, как корона получилась эта. А последняя работа, вот из серии цирка, значит, я вот эту написал. Назрали как-то? Да, я её... Только там можно было по-разному назвать, а я... Чё? А, пудель... Пудель циркач нарисовал. Вот, пудель, вот, циркач. Можно было и это самое... На шарах, так, спортсмены... Ну, так и интересные, загадочные будут. Будут смотреть, если... Вот, да, интересные. Так, как первый поставим, что там есть? Ну, ладно. Так, отлично. Это она туда. Можно этот петель... Да, да. Вот, это что, у нас во всё, да. Да, да. Да. Так, отлично. Помимо отлично. Здравствуйте. Только один. А сейчас? Вот? Или... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...